Рынки позиции РТС, шорт был рекомендован от уровня 9640 со стопом 91550 и вот соответственно по стоп-лоссу и был выход из этой сделки, просадка составила бы 1%, соответственно рекомендация защитницы не сработавшей. Ну и команда нашей технического анализа делала ставку на короткую позицию в августовском фьючерсе на фонд, здесь была рекомендована от уровня 1.33, простите, от этого уровня с стоп-лоссом 1.35 и цель была обозначена довольно тоже далекая, так же как и далекий стоп-лосс был 1.3. Ну вот рекомендация была признана сработавшей, поскольку закрытие было на уровне 1.32.66 и там четверть процента заработали бы на этой рекомендации, соответственно победный балл за пятничную сессию у нас уходит в команду технического анализа. Но помимо всего прочего мы еще в недельном счете команды также подсчитываем и доходность недельного портфеля, вот здесь она была выше в 2% у команды технического анализа. В то же время за счет опционной позиции, которая была рекомендована нашей фундаментальной командой во вторник и вот тут просадка случилась самая большая за неделю, порядка 4%, именно эта сделка повлекла доходность отрицательного портфеля за неделю в команде фундаментального анализа. Но вот технические выбиваются вперед и также дополнительный балл приносит этой команде доходность недельного портфеля. Но у нас еще есть зрительское голосование. Вы, уважаемые телезрители, голосовали за то, кто из наших экспертов выглядел убедительнее на минувшей неделе и таковым был признан фундаментальный эксперт Ринат Мустафин. Он набрал более 59% голосов. Я напомню, что на странице телеканала РБК ВКонтакте организовано это голосование. Точно такое же будет и в конце текущей недели. Таким образом, зрители присудили дополнительный балл фундаментальной команде. Но давайте посмотрим, что общий счет команды все-таки распределился в пользу технической команды за прошлой неделю. Это 4-3 в пользу техников. Но глобально с начала текущего года продолжают лидировать фундаменталисты 78-62 в их пользу. На текущей неделе у нас заступает к борьбе новая команда экспертов. Предлагаю с ним познакомиться. Это Николай Подлевский, начальник аналитического отдела ЭК Церих Капитал Менеджмент. Он выступает за команду технического анализа, команду фундаментального. Поддерживает Артем Дейв, руководитель аналитического департамента Амаркетс. Здравствуйте, уважаемые господа. Спасибо, что принимаете участие. Предлагаю для начала, для разминки, скажем так, обратиться к тем вопросам, которые пришли на адрес электронной почты battle.rbctv.ru. Также, уважаемые телезрители, вы можете направлять туда вопросы, комментарии и писать нам в Твиттер. Итак, вопрос о команде технического анализа. На какой паттерн вы чаще всего реагируете в своей торговле и пользуетесь ли вы какими-либо индикаторами? Вопрос пришел нам от Антона Мурашштова. Я в своей работе, в своих рекомендациях пытаюсь обращаться только к простейшим фигурам технического анализа. Это какие фигуры? Например, голова, плечи, фигуры, или когда пересекаются быстрые скользящие средние, пересекают медленные скользящие средние. Это, соответственно, дает индикатор в одну сторону или в другую. Индикаторы перекупленности, перепроданности – это очень важно, особенно когда тренд движется в одну сторону очень длительное время. Важно понять, важно почувствовать по наличию этих индикаторов, что тренд уже находится на излете, на каком-то сломе, и можно ждать смены тренда. Какой из этих индикаторов на вашей практике оказался наиболее сильным для российского рынка? Как известно, на трендовых рынках трендовые индикаторы лучше работают. А у нас какой рынок, по-вашему? Ну, если говорить глобально, если говорить на горизонте, скажем, несколько лет, то мы находимся, конечно, глобально в боковом тренде. И здесь работают индикаторы, ну, соответственно, боковые. Это, ну, скажем, индикаторы RCI или какие-то индикаторы осциллирующие. Вот. Однако, если разбивать этот таймфрейм на более короткий, то здесь, конечно, скажем, последние полгода мы выглядим вполне оптимистично и можно явно разглядеть растущий тренд на этом таймфрейме. Весьма оптимистично, тем более, что в некотором смысле улучшаются отношения с рядом стран. Вот у нас есть вопрос от Сергея Кузнецова, команде фундаментального анализа. Он спрашивает, в связи с высокой вероятностью возобновления турпотока в Турцию, ну, собственно, уже произошел, о чем мы слышали, прокомментируете две торговые идеи. Покупка в лонг-долларов США сейчас на локальных минимумах и покупка акции Аэрофлота на хаях. Что думаете, Артем? Что касается американцев, очень правильная ставка, которая сейчас делается на рост, поскольку, будучи фундаменталистом, разумеется, я обязан исходить из той статистики, которую мы получаем в последнее время. На прошлой неделе у нас было сразу несколько отчетов. Начали мы сначала с ВВП, потом личные доходы, личные расходы, заявки на пособие по безработице. Вот буквально в ходе этой пяти девки переключаемся на классический и важнейший отчет по состоянию американского рынка труда, нон-фарм-перлса. Несмотря на то, что вот с некоторых пор буквально все аналитики переключились на обсуждение идеи, связанной с Брекзитом и потенциальным распадом Европейского Союза, мы понимаем то, что на рынке присутствует и еще одна идея, которую ни в коем случае не нужно умилять. Это идея, которая связана с ожиданиями неизбежного повышения колкосочных процентных ставок в рамках ФРС. И я думаю, что даже при всем скепсисе, который присутствует на рынке, ФРС сможет порадовать покупателя американца хотя бы к концу этого года и, соответственно, анонсировать еще один шаг по соответственному жеточению монетарной политики. В связи с этим доллар будет явно на коне, фундаментально, и полагают, что, может быть, интерес к американцу еще подстегнет и ожидание изменения монетарной политики в рамках японского регулятора, поскольку даже по, опять же, консенсус-прогнозу есть вероятность того, что еще до выборов верхнюю параду парламента, то есть в июле, мы дождемся новых стимулов со стороны Банка Японии. Если это случится, тогда доллар получит еще один фактор роста. Есть у вас какие-то цифры конкретные про евро-доллар, например, что больше всего может интересовать? И, конечно же, относительно рубля. Безусловно, есть. Евро-доллар. Здесь уверены о снижении в среднедолгосрочной перспективе, краткосрочной. Можно, конечно же, поспорить, еще зацепиться за технику. Но фундамент в более растянутых, конечно же, временных интервалах указывает на то, что евро будет оставаться явным аутсадером рынка, одним из рисковых инструментов, которые продолжат терять. Поэтому евро-доллар, как минимум, тестирование поддержки 1.10 и уход еще ниже. Ну, если кратко, вторую часть вопроса, все-таки, про аэрофлот, стоит ли на хаях покупать на вот этом турецком турпотоке? Здесь можно сделать ставку на то, что снова доступный регион, излюбленный для российских туристов, он может быть уже дисконтирован стоимость этих активов. Но, с другой стороны, мы сейчас видим общее улучшение настроения на российском фондовом рынке. И если более-менее позитивно чувствуют себя ключевые бенчмарки РТС и МВБ, я считаю, что в отношении российских перевозчиков, которые сейчас получили очень хорошие триггеры для роста, можно все-таки рискнуть и даже на хаях приобрести эту тактику. Спасибо. Ну, такое единогласное практическое мнение относительно перспектив российского рынка, но благоприятных перспектив. Ну, а сейчас заслушаем рекомендацию нашей технической команды. Николай, пожалуйста, ваши две минуты. На российском рынке очень благоприятно и хорошо вели себя цены акции «Сургутнефтегаза» в последние годы. Компания представляет собой вертикально интегрированную нефтяную компанию с добычей нефти, нефтепереработкой, газопереработкой и является одной из крупнейших компаний нашего рынка. В последние два, наверное, года ситуация в компании выглядела не очень благоприятной. Во-первых, по итогам 2015 года прибыль компании оказалась меньше, чем в 2014 году. Связано это с уменьшением курсовых разниц. И, кроме того, мы знаем хорошо, что вот наряду с уменьшением выручки и прибыли компании в последние полгода, особенно начиная со средины января месяца, происходили события, которые не очень благоприятны, как ни странно, для «Сургутнефтегаза». А именно происходило очень существенное укрепление курса рубля. Я напомню, что значительная часть нераспределенной прибыли компании, она славится, собственно, вот этой нераспределенной частью прибыли, находится в валютных депозитах. И эти валютные депозиты уже не давали прироста, а скорее даже давали отрицательный результат. Но, тем не менее, перспективы у компании весьма благоприятные. И полагаем, что в ближайшее время нужно покупать акции компании, в первую очередь привилегированные акции, с основной идеей под дивидендные выплаты, отсечка которой состоится 18 июля. Так, давайте обозначим точку входа в эту позицию, стоп-лосс и тейк-профит. Я бы ориентировался сегодня на 38,6, 38,7. Это точка входа? Да, это точка закрытия предыдущего дня. Если говорить о каких-то коротких играх, может быть, на уровне дня, то целью я бы назвал 39,6, а, соответственно, стоп-лосс 37,5. Спасибо большое. Итак, переходим к команде фундаментального анализа. Артем, пожалуйста, ваши две минуты. Большое спасибо. Что касается моей инвестиционной идеи, буквально в каком-то формате я уже ее описал. В целом она предполагает ослабление европейской валюты против доллара. И я считаю то, что здесь можно отталкиваться от трех неплохих, на мой взгляд, фундаментальных, таких нормальных стоящих факторов. Во-первых, это ожидание дополнительных мер экономического стимулирования. Я понимаю то, что в связи даже с последними данными по индексу потребительских цен еврозоны, появились предположения, что еврозона смогла выбраться из отрицательных значений этого индикатора. И сейчас вероятность экономических стимулов уже не так высока. Но, с другой стороны, хочу отметить, что помимо этого есть еще и ситуация, связанная с потенциальным развалом Европейского Союза. И если спустя какое-то время мы будем констатировать сплошной негатив, то увидим, по сути, очередной этап деволюционных войн, который как раз может начаться сначала с британского регулятора, а потом, по принципу цепной реакции, подхватиться еще и европейским центральным банком. Соответственно, первый фактор – это ожидание либо снижения процентных ставок, либо расширения программы количественного смягчения. Второй момент – это контрастность монетарных политик между ФРС и ИЦБ. По ИЦБ, в целом, исходя из ожиданий, здесь все ясно. А что касается ФРС, как я также уже отметил, есть основания полагать, что все-таки американский регулятор доберется до решения, связанные с повышением каткосочных процентных ставок. И третий момент – это, безусловно, статистика, за которой мы следим. Она хоть и в последнюю неделю радовала, но я думаю, что в связи с Brexit она будет только ухудшаться. Поэтому в целом у нас сохраняется негативный взгляд и ожидания по европейскому валютному риску. Ну и плюс ко всему, чтобы для интереса в рамках каткосочной идеи, я все-таки жду хорошую цифру от Non-Farm Queralds на этой неделе. И, соответственно, дополнительное давление еще и со стороны американцев. Давайте точку входа, стоп-лосс, тейк-профит обозначим. Точка входа на коррекцию по евро-доллару можно использовать прямо текущие рыночные. Стоп-лосс можно отметить на уровне 1.1.90. Тейк-профит давайте пойдем на поддержку 1.10. Спасибо большое. Итак, напомню команду фундаментального анализа на текущей неделе. У нас представляет Артем Деев, руководитель аналитического департамента Markets. Команду фундтехнического анализа поддерживает Николай Подлевский, начальник аналитического отдела ИК Церих Кэпитал Менеджмент. Пишите нам в Твиттер, задавайте вопросы на адрес электронной почты. С вами была программа «Рынки позиций». Елена Хрупова, не переключайтесь. Все вам доброго.